Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в светлый понедельник за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 18 по 28. Послушаем это евангельское изочало в прочтении Отца Александра. Бога никто же видя нигде же, Единородный Сын с Ивлони Отче той исповеда, И сиеи свидетельство Иоаннова, егда послаше жидови от Иерусалима, и рей, и левиты, да вопросят его, ты кто, Иси? И исповеда, и не отвержися, и исповеда, яко несим ас Христос. И вопросиши его, что убо, или я ли си ты, и глагола несим, Пророк ли и си, и отвеща ни, Реши же ему, кто и си, Да ответ дамы пославшим ны, Что глаголиши о тебе самом? Рече, аз глаз вопиючего в пустыне, И справите путь Господень, Яко же рече Исаия, пророк. И посла неебеху от фарисей, и вопросиши его, и реши ему, Что убо крещаеши, аще ты не си Христос, ни Илья, ни пророк, Отвеща им Иоанн глаголя, аз крещая водою, Посреди же вас стоит, его же вы невесте, То есть гряды по мне, и же предо мною бысть, Ему же несим аз достоин, да отрешу ремень сапогу его, Сияве фавари быша, обон пол и ордана, Иде же бе, Иоанн крестя. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов Спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же, ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апостолы были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илья, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я не достоин развязать ремень у обуви его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о торжественном свидетельстве Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Делегация иудеев, присланная из Иерусалима для того, чтобы расспросить Иоанна Крестителя, состояла из священников и левитов. Интерес их был совершенно естественным, потому что Иоанн был сыном священника Захарии. В иудаизме существовало только одно право на священство – происхождение человека. Тот, кто не был потомком Аарона, не мог сделаться священником. И напротив, потомку Аарона ничто не могло помешать стать священником, а потому в глазах властей Иоанн Креститель фактически был священнослужителем. Но он не отвечал обычным представлениям о священнике и о проповеднике в целом, а потому религиозные власти смотрели на него с подозрением. По их представлениям, крестить мог только Мессия, а поэтому они спросили Иоанна, кто ты? Иоанн же понял предложенный ему вопрос именно в том смысле, что вопрошавшие ничего бы не имели против того, если бы он признал себя Христом. Поэтому-то он с особенной силой отрицается от достоинства Мессии. «Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Блаженный Феофилакт пишет. «Иудеи послали к Иоанну людей, по их мнению, лучших, именно священников и левитов, и при том иерусалимлен, с тем, чтобы они, как умнейшие других, ласкою убедили Иоанна объявить самого себя за Христа. Не спрашивают прямо, Христос ли ты, но кто ты? А он, видя их лукавство, не говорит, кто он, а объявляет, что я не Христос, имея в виду цель их и всячески привлекая их к вере, что Христос есть иной, тот, кого они считают бедным сыном бедного отца плотника, происходящим из бедного отечества Назарета, от которого они не ожидали ничего доброго». Второй вопрос был задан Иоанну в контексте того, что иудеи ожидали перед пришествием Мессии пришествия пророка Ильи согласно пророчеству Малахии. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». И так как Иоанн по своей пламенной натуре проповедника очень напоминал пророка Илью, то иудеи спросили его, «Что же, ты, Илья?» Он сказал, «Нет». Также ответил Иоанн и на третий вопрос о том, не пророк ли он. Иудеи предложили ему этот вопрос, потому что ожидали, что перед пришествием Мессии вернутся Исаия и, в особенности, Иеремия. Это ожидание проистекало из обещания, данного Моисеем своему народу. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Но и на этот вопрос Иоанн Креститель ответил отрицательно. На вопрос о том, кто же он тогда, Иоанн отвечает, «Я – глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Поскольку в древности не было мостовых, а лишь обычной грунтовой дороги, древневосточные правители во время своих путешествий отправляли вперед себя целые толпы гонцов, в обязанности которых входила расчистка и подготовка пути, то есть приведение его в порядок. Этими словами Иоанн хотел сказать, что он лишь тот пустынный голос, который должен призвать людей приготовить путь идущему Господу. Тогда фарисеи, которые были среди посланных, спросили его, «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» В ответ Иоанн лишь подчеркивает, что его крещение водой, как и все его служение, только подготовительное. Все его величие, лишь отражение величия того, чей приход он возвещал. Александр Павлович Лопухин поясняет, Иоанн отвечает фарисеям, что его крещение не имеет того значения, какое должно было иметь крещение, которое по представлению фарисеев будет совершать Мессия или кто-либо из пророков. Он, Иоанн, крестил только в воде, очевидно, противополагая в мысли своему крещению, то крещение Духом Святым, которое будет совершать Мессия. «Нет, как бы говорит Иоанн, не на меня вы должны устремить все свое внимание, а на того, кто уже находится среди вас, неведомо для вас, то есть, конечно, на Мессию, которого вы ждете». Иоанн Креститель считал себя лишь перстом указующим на Спасителя и явился предтечи, приготовившим Господу путь. Мы же, дорогие братья и сестры, приготовляем Спасителю путь к нашим сердцам, если живем благодатной жизнью в соответствии с евангельскими заповедями. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...